Вечные вопросы. Кто виноват и что делать? На первые жители дома номер 12 в микрорайоне Бутова парк ответ знают точно. Застройщик. Ключи люди начали получать в ноябре. Тогда же здесь появились первые жильцы, которые сразу обнаружили отсутствие полотенцесушителей. Есть документ. Документ называется положительное заключение экспертизы. Проводил его центр экспертизы. Где как бы русским по белому написано. Цитирую. В помещениях ванных комнат на водопроводном стояке горячей воды устанавливаются полотенцесушители диаметром 32 со сжимом на перемычку. Застройщик ссылается на что? Что есть приписка в приложении, где там отделочная работа. Что перечень может быть изменена. Отделочных работ. Более того, там же написано, что полотенцесушитель относится к сантехническим работам, но никак не к отделочным. Все квартиры в этом доме продавались с ремонтом от застройщика. Что-то изменить теперь невозможно. Привычное техническое окно внутри здесь выглядит немного иначе, чем в большинстве российских квартир. Оно почти пустое. Все трубы холодного и горячего водоснабжения находятся на площадках. Здесь же счетчики и краны. С таким раскладом вывести полотенцесушители в ванные комнаты не получится. Людям остается только устанавливать электрические. Это лишние траты на электроэнергию. А жителям последнего, 25-го этажа, вообще повезло вдвойне. Это окончание стояка отопления. Обслуживание полностью стояка производится из квартиры. Выпускные клапаны, они периодически выпускают воздух, если завоздушивание какое-то в системе производится. Ну и, соответственно, если прочищать, еще что-то делать, это все из квартиры, о чем нас не предупреждали. Конструкция на самом деле опасна, если в квартире есть ребенок. Дети очень любопытные, могут покрутить, всем это прям хочется. Некоторым собственникам эта конструкция уже успела принести немало бед. Прорвало один из стояков и квартиру затопило кипятком. Ко всем вышеперечисленным проблемам присоединилась и ситуация с внутриквартирной вентиляцией. У одних вместо настоящего трубопровода муляж. Когда сняли решетку, вот такая чудная вытяжка. Труба уходит, гофра уходит и упирается в стенку. И непонятно, как она работает. Это все-таки санузел. Здесь вентиляция должна быть хорошая. У других половина вентиляционной трубы перекрыта натяжным потолком. Отсутствие циркуляции воздуха в квартирах приводит к образованию грибка на стенах. Дышать людям нечем, приходится постоянно держать окна открытыми. Каждую ночь я встаю по несколько раз, открываю проветривать. Потому что воздух просто заканчивается. Несмотря на то, что 56 квадратов, то есть я открываю во всех комнатах двери, воздух у нас заканчивается. Перед сном я всегда проветриваю. Проветриваю подолгу, чтобы кислород был. И все равно у меня ребенок начинает ворочаться. Мы просыпаемся там все от недостатка кислорода. По санитарным нормам и строительным нормам в каждой квартире должна быть рабочая вентиляция. Притока вентиляции нет. Соответственно, в квартирах после этого образуется плесень, грибок, нарушение всех санитарных норм. То есть жителям просто жить даже небезопасно. В таких условиях, тем более маленькие дети. Одна проблема на всех заставила новоиспеченных соседей сплотиться и начать бороться с бессовестным застройщиком. Люди написали коллективную жалобу в прокуратуру, но результата это пока не дало. Прокуратуру, скорее всего, ввели в заблуждение, так как прокуратура, следовательно, по нашему запросу начала проводить проверку. И прислала нам такой ответ. Отклонение от проектной документации главным управлением не выявлено. Внутренняя отделка квартир не предусматривалась. И это в то время, когда квартиры застройщик продавал с отделкой. Собственники намерены бороться до конца. К ситуации подключился депутат по данному округу, который проблему теперь будет держать на контроле. Юлия Погасенко, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Видное ТВ.